Приветствую тебя на втором дополнительном уроке тренинга практической реализации уроков президента. На этом уроке я расскажу все-таки, как на самом деле выглядит структура организации проведения наших презентаций в интернете. Во втором уроке я показал такую упрощенную схему работы нашей системы. То есть у нас есть командный сайт, на котором проходят видеопрезентации. И на этот сайт по своей личной ссылке любое количество людей может приглашать заинтересованных людей. Причем в любое время, так как сайт у нас работает всегда. Но трансляция, которую вы видите на сайте, она идет не только на сайт. Благодаря вот этому замечательному сервису ReStream, в панели управления, которого я сейчас нахожусь, мы можем не только проводить, не используя никаких дополнительных инструментов, никаких дополнительных программ, только благодаря вот этому инструменту Live Studio и вашей веб-камеры вы можете начинать проводить свою видеопрезентацию. Но самое главное, для чего создавался этот сервис, чтобы ту трансляцию, которую вы делаете, либо в Live Studio сервиса ReStream, либо, например, через дополнительное какое-то программное обеспечение. То есть мы, например, используем платную версию Zoom для того, чтобы проводить видеопрезентации. Но самое главное, что делает сервис ReStream, он ведет одновременно трансляцию, то есть раскидывает наш прямой эфир во все популярные социальные сети и еще на достаточно большое количество платформ, на которых можно выкладывать прямые эфиры, видео на бизнес-тематику. У сервиса ReStream есть, конечно, целых 33 канала, куда вы можете выкладывать свои прямые эфиры, но в основном это каналы, посвященные игровой тематике. Я подключил только каналы, на которые можно выкладывать видео с бизнес-тематикой. Подключены основные социальные сети. Благодаря вот этому настраиваемому каналу можно вести трансляцию в Instagram. Это сейчас очень популярный ресурс. И все это делает сервис ReStream. Для чего мы транслируем наши прямые эфиры в социальные сети? Я уже говорил, что любой прямой эфир продвигается социальной сетью. И даже если у вас не раскрученный аккаунт, в любом случае 2-4 человека вас будут смотреть в социальной сети в прямом эфире, и потом еще сотни просмотров вы получите после прямого эфира, когда другие пользователи тоже получат оповещение о вашем прямом эфире из ваших друзей, и кто-то тоже его посмотрит уже после того, когда он закончил. Потому что практически все социальные сети прямые эфиры сохраняют на вашей личной страничке, где вы эти трансляции проводите. Вот я вам показываю свой Facebook и записи прямых трансляций, которые мы проводим. Для чего выкладывается прямой эфир на страничку? Потому что благодаря сервису Restream мы можем сделать описание этого прямого эфира и опять же разместить ссылочку на сайт, на котором ведется эта трансляция. То есть вот это раскидывание наших прямых эфиров по колоссальному количеству площадок делается той или иной целью. Для того, чтобы рассказать людям о том направлении, которое мы сделали в интернете. То есть проведение презентации продукции и бизнеса. И чтобы нас посмотрело максимальное количество людей. Во время, конечно, прямого эфира люди, которые проводят эти прямые эфиры, говорят о том, что вообще-то прямой эфир идет у нас с сайта. Переходите на этот сайт. И в описании прямых эфиров мы размещаем ссылку на наш сайт. Делается это очень просто. Благодаря вот этой кнопочке «Изменить описание». Придумываем название. Например, вот у нас предстоящий прямой эфир «Бизнес-компания Vivasan». И размещаем описание со ссылкой на наш сайт. Для чего? Для того, чтобы люди из социальных сетей переходили на наш сайт, попадали в те маркетинговые инструменты по работе с клиентами, о которых я рассказывал. И собирались в списки, по которым мы в дальнейшем могли бы с вами работать. Всем этим занимается техподдержка. Это то, что скрыто от большинства людей, которые просто приглашают, либо просто проводят прямые эфиры. Всем этим занимается техподдержка. Но если вы хотите создать свой вебинарный сайт, свой командный сайт, я вам настоятельно рекомендую использовать тот полезный практический опыт, который сделали мы. Это увеличит популярность ваших трансляций. В любом случае вас будут смотреть. Потому что если сейчас у нас подключено порядка 12 площадок, даже если представить, что на каждой площадке нас смотрят хотя бы по одному человеку, уже 12 человек в прямом эфире – это хорошо. А если мы занимаемся продвижением этих прямых эфиров, то нас уже смотрят десятки, сотни. В дальнейшем, я надеюсь, будут смотреть тысячи людей. Ссылку на сервис ReStream и как с ним работать, вы найдете, во-первых, под этим видео. О самом сервисе очень много рассказано на нашем канале. Здоровье, красота, благополучие, на которые вы подписаны. Но если возникнут вопросы по работе с сервисом, если вас заинтересует про версия сервиса ReStream, как ее получить, такая возможность есть, связывайтесь, пожалуйста, с техподдержкой. Контакты я свои уже оставлял. Благодарю вас. А теперь мы переходим к обязательным урокам, в которых я расскажу именно, как подключается сайт, как получать свои ссылки личные, какие ссылки вы получаете и как работать со статистикой.